Друзья, сегодняшний выпуск весь посвящен подведению итогов года. Мы приглашаем наших частых гостей, которых мы часто приглашали в течение года, для того, чтобы подвести итоги и, скажем так, определить наиболее важные события под конец года. Потому что очень многие важные события и заявления были сделаны именно под конец этого года, включая и начало переговоров с Европейским Союзом и не только. И поговорить в этой части я предлагаю с нашим частым гостем Алексеем Тулбуре, политическим комментатором, соведущим программы «Триггер» на журнал ТВ. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Рад вас видеть. Спасибо, что нашли под конец года время прийти к нам и прокомментировать ситуацию. В принципе, несколько событий таких важных, которые хотел бы с вами попросить вас прокомментировать, это прежде всего вот это вот, я даже не знаю, как его назвать, неоднозначное, очень неожиданное и где-то, с моей точки зрения, вызывающее определенные вопросы, где-то даже определенный конфуз. Вот это вот заявление президента о проведении некого референдума. То есть она не сказала, что будет проведен референдум, она сказала, что обратилась в правительство или обратиться в правительство и парламент, рассмотреть возможность проведения некого референдума осенью. Не было сказано, о каком референдуме идет речь, но из контекста мы понимаем, что речь идет о референдуме, связанном с европейским курсом страны, подтвердить европейский курс страны. Осенью же должны, по идее, пройти президентские выборы. То есть как бы, как вы расцениваете этот референдум, нужный этот референдум и, скажем, будет ли он совмещен, с вашей точки зрения? С президентским выбором. Да. Референдум это такая хитрая штука, которая может быть самой высокой формой проявления демократии. Это прямая демократика, да люди высказываются. С другой стороны, референдум это такое средство, и к нему часто прибегали в таких странах нестабильной демократии, или молодых демократии для манипуляции общественным мнением. Я к референдумам отношусь не очень хорошо, ко всяким. Вообще, как в форме проявления воли людей и так далее, не очень хорошо. Не потому, что я против прямых форм демократии, а потому, что в наших условиях это всегда была попытка правящего класса добиться каких-то политических результатов. Не столько узнать мнение народа, потому или вопрос, сколько на что-то там повлиять. У нас такая есть своя история молдавская по референдуму. У нас практически ни один референдум не состоялся, кроме референдума, который я считаю нелегальным, нелегитимным. Это референдум 2019 года, имевший место после изнасилования избирательного кодекса Плохотнюком, когда референдум прошел в день парламентских выборов. И они выводили на референдум вопрос о сокращении числа депутатов, о изменении неимперативного характера мандата депутата, то есть о возможности его отзывать избирателями и так далее. То есть это такие вещи. Но сокращение числа – это популизм, а отзыв депутата – это абсолютно антидемократическая, антиевропейская идея, потому что мандат депутата не может быть императивным. Но не об этом речь. Сегодня нам предлагают примерно… Но мы не знаем, когда будет этот референдум. Будет ли он в день выбора. У нас это запрещено законом. Это очень четко написано в избирательном кодексе. И, в общем, какие-то представители ПАС говорят о том, что они будут менять избирательный кодекс в этом смысле. То есть мы получим повторение ситуации 2018 года, когда демократическая партия, контролируемая Плохотником, то есть мафия, изнасиловывает избирательный кодекс для получения каких-то политических целей. Я вижу тут прямую аналогию. Цели, наверное, у ПАС другие, но все это выглядит вот так. Юристы ПАС делают ссылки на какие-то решения Конституционного суда, на отсутствие каких-то реакций на решение Конституционного суда и на референдум 2019 года. Из этого делают великие выводы, что все это возможно сделать, изменить избирательный кодекс. Но тогда ПАС резко выступал. Только ПАС. Я выступал, вся оппозиция выступала, гражданское общество, ПАС в том числе, выступали резко против того, что делает Плохотник. Это можно поднять, увидеть, прочитать. Называл это своими именами. Сейчас я надеюсь, что ПАС, большинство парламентское, не прибегнут к тем же приемам и средствам, к которым прибегала мафия еще несколько лет назад. Потом, каковы паровые последствия этого референдума у европейской интеграции? Непонятно, зачем, что последует после референдума, если все-таки он состоится, люди ответят «да». У нас, в общем... Кстати, да, вот в этом и, в принципе, загвоздка. Непонятно, что будет из референдума. Может, можно и проводить. Я сейчас, такая оговорка может быть не совсем уместная. Может, и можно проводить референдум вместе с выборами. Только не совсем понятна цель этого референдума. То есть, как бы, мы же не на пороге вступления в Европейский Союз. Оно будет иметь какие-то юридические последствия или не будет иметь юридические последствия? Вот некоторые эксперты, допустим, Валерий Паша вчера сказал, что если это будет некий законодательный референдум, который закрепляет законодательно процесс европейской интеграции как такую главную цель Республики Молдова, то это уже как бы даст к этому референдуму какой-то смысл. Как вы считаете? Посмотрите, Молдова имеет статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Несколько недель назад мы получили решение Европейского Совета о начале переговора. То есть, в том, что касается процесса институционального вступления, сближения с Европейским Союзом, у нас все в порядке. Летом у нас был этот большой митинг, люди, в общем, показали поддержку европейского курса, был саммит Европейского политического общества. То есть, говорить о том, что в Молдове есть какие-то вопросы по поддержке европейского курса, ну, это не совсем верно. Да, есть иное количество людей, которые не поддерживают и так далее, но эти вопросы со временем и при желании решаются. Этих людей можно убедить, переубедить. Каковы по этому референдуму? Я не знаю, на этот вопрос должны ответить авторы этой идеи. Потому что, да, вы правы в том, что сейчас никто от Молдовы референдума не требует. Он будет нужен как последний шаг перед вступлением. После того, как закончатся переговоры, все страны согласятся с тем, что Молдова выполнила условия для вступления, тогда последнее слово говорит общество, говорит народ Молдовы. Да или нет. И в соответствии, так сказать, с результатами действуем дальше. Сейчас такой необходимости нет. Поэтому на этот вопрос еще предстоит ответить. Есть большой риск, повторяю, связанный с этим референдумом, что, несмотря на усилия по мобилизации людей, этот референдум может не состояться. Или его результаты будут не очень убедительны, что, в общем, немножко оконфузится власть, потому что мы-то исходим из того, что есть массовая поддержка и так далее, и вдруг референдум показывает немножко другие результаты. То есть... Ну хорошо, вот это вопрос. Вот вы говорите, что как бы с одной стороны, вы говорите, что да, вроде с точки зрения институционализации процесса. И я так понимаю, вы считаете, что нет необходимости в каком-то дополнительном законе или дополнительном решении институционализирующем процессе европейской интеграции в Республике Молдова? И как бы в то же время вы говорите, что нету проблем, вроде поддержка и европейской интеграции есть, но, извините за тавтологию, в то же самое время вы считаете, что результаты могут быть неубедительными. Что вы имеете в виду под неубедительными результатами? Не проголосуют 50 плюс 1 или что? Да. Два исхода. Поддержка есть, но это не значит, что эта поддержка может выразиться на референдуме, потому что люди могут не пойти, потому что могут рассуждать, у каждого могут свои соображения. Люди могут посчитать, что ими манипулируют, понимаете? И они из чувства протеста не пойдут на этот референдум. Он не состоится. Вы знаете, вот из социологии, это общее правило, что зачастую на референдумах, плебисцитах, люди скорее высказывают свое отношение к тому, кто этот плебисцит организует, чем к тому, о чем его спрашивают. И тут, кстати, может быть очень большая проблема. Или он состоится, придет необходимое количество людей, но, значит, выскажется половина, допустим, или чуть меньше половины за. Ну, то есть цифры будут не очень убедительны, понимаете? И мы же мобилизуем людей в поддержку евроинтеграции не проведением референдумов, а трансформациями, которые мы осуществляем в стране, реформами, значит, работой по объединению общества. Я уже на вашей передаче об этом говорил, что это общенациональная задача. Не может кто-то монополизировать эту тему. В этом должны участвовать и правые, и левые. Алексей, я с вами согласен в ваших доводах и аргументах, но в то же самое время в Молдове вы знаете проблему. То есть, как бы, несмотря на то, что опросы показывают, что большая половина страны респондентов выступает за европейскую интеграцию, особенно эта цифра перевалила за отметку 50% респондентов после начала полномасштабной агрессии России против Украины, да? Но в то же самое время остается часть общества, и она достаточно значительная, да? И целые регионы, которые резко против европейской интеграции. И они не воспринимают абсолютно никаких аргументов в пользу того, что это хорошо, повышение качества жизни. Говоришь, извините, ну как горох об стенку, понимаете? Как бы, ну просто не приемлют. На уровне, даже не знаю, чего-то, на уровне каких-то внутренних мотивов. Я не знаю даже как это. Просто брезгливость такая, понимаете? Как с этой частью говорить? Вы не секрет Гагаузя. То есть, какие бы аргументы ты ни приводил, сколько бы денег ты европейский союз не вкладывал, здесь тотальное неприятие процесса европейской интеграции. Как в этом случае быть? Я один из тех, который считал, что с началом войны мы преодолеем вот это проклятие молдавское расколотость, раскол молдавского общества. Так это происходило, например, в Украине. Ну, Украина воюет, мы не воюем, но тем не менее мы рядом все видим, все очевидно и понятно. Увы, в Молдове этого не произошло. Значит, мы не продолжили этот процесс сплачивания, объединения, интеграции общества, который, с моей точки зрения, в каких-то формах начался в 2020 году. Вот выборы президента, потом выборы парламентские через год. Вот и Майя Санду, и Пас старались такие нарративы использовать и такую риторику использовать, которая людей объединяла. Говорили на русском, на гаговском, болгарском и так далее. Вот эту тенденцию продолжить не удалось. И даже после начала войны, которая, в принципе, должна была подстегнуть этот процесс, произошло обратное. Мы остались расколотой страной. Вы правы в этом смысле. Но я не вижу, как референдумы могут объединить общество. Референдум – это некая, так сказать, некая процедура, действие. Объединить могут конкретные действия и власти, и оппозиции, и гражданского общества. Посылы объединительные, трансформация страны, значит, проведение реформ. Но это все гораздо более эффективные методы для увеличения сторонников европейской интеграции. Мы проведем референдум, получим свои 50%. Это в лучшем случае. Я повторяю, что я боюсь, что… Поскольку у нас есть печальный опыт не проведения референдума на протяжении 30 лет, и это большой риск того, что референдум может не состояться. Тогда будет конфуз. Получим свои 50%, и каким образом это сможет убедить остальных людей, я не знаю. Поэтому, повторяю… Не убедит. Не убедит. Не убедит. Не убедит. Поэтому я возвращаюсь в той идее, которую уже формулировал в вашей передаче, что по всей вероятности надо сейчас другими вещами немножко заниматься. Это дело власти. Пусть оно инициирует, что хочет. Они считают, что это полезно. Я повторяю, что это очень похоже на то, что делал Плохотнюк в 2018 году, осенью потом, весной 2019. Но я считаю, что сейчас власть должна начинать открытый, откровенный диалог со всеми политическими силами, которые готовы подключиться к работе по европейской модернизации страны. Справа, в центре, слева. Да, есть сомнения в том, что некоторые искренне это поддержат. Но они заявили публично о том, что они поддержат европейскую интеграцию. Надо использовать эти моменты, втягивать их в эту работу. Ну вот им посоздали площадку для втягивания. Идите, агитируйте за Европейский Союз. Создали площадку, вы имеете в виду подготовка к референдуму? Ну да, агитируйте за Европейский Союз. Вперед, ребята. Ну вот они... Ну может быть, понимаете. Вот пока есть масса вопросов вот к этому референдуму. По поводу того, что мы можем внести в Конституцию вот это положение европейской интеграции. Но опять же параллельно опрашивается. Это была инициатива Плохотнюка и Демпартии. Я резко выступал против этого. Потому что тогда... И было бы странно, если бы я сейчас прям начал поддерживать. Почему? Потому что я выступал против. Потому что я считал, что не в этом суть евроинтеграции. Евроинтеграции. Везде на всех заборах написать евроинтеграцию, включить Конституцию и так далее. При этом воровать миллиарды. Сейчас миллиарды не воруют. И немножко другая ситуация. Но от того, что мы впишем еще и в Конституцию евроинтеграцию, у нас что, начнут строиться дороги? Да, да. Дороги строятся, слава богу. Дороги строятся, слава богу. Нет, я повторяю. Вот лучше дороги строить. Я понял. Смотрите, две мысли. Вот вы сказали, что 2020 год имел общий объединяющий посыл. Борьба с коррупцией и так далее. Но в этой волне Майя Санду получила почти миллион голосов. В связи с этим такая мысль. По моему личному мнению, Путин, начав эту войну, он исключил возможность для объединяющего посыла. Власти в Республике Молдова должны были принять позицию. Они не могли принять эту позицию. Приняв позицию солидарности с Украиной, они резко отвернули от себя ту часть общества, которая не хочет солидаризироваться с Украиной, хочет русского мира. И это тут уже сложно искать объединяющий посыл. Если бы Майя Санду лавировала, то она поставила бы себя перед международными партнерами в очень неудобное положение. Да и страна, с моей точки зрения, от этого больше потеряла бы, чем выиграла бы. Это первое. То есть Путин, начав войну, исключил возможность для объединяющего посыла. Второй момент. И хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. И второй момент. Не считаете ли вы, что вот этот процесс европейский, вернее, как бы призыв, референдум за евроинтеграцию, это и есть некая попытка такой создать объединяющий посыл. Мы же хотим все как бы хорошо жить. Вот вам, пожалуйста, Европейский союз. И третий момент. Реформы ведь они не видны. И более того, реформы некоторые болезненные, очень многие люди не воспринимают. Поэтому как бы на них не акцентируется информационное внимание. Как вы это воспринимаете? Это три пункта. То есть исключение возможности для объединяющего посыла, европейская интеграция как объединяющий посыл, и третья реформа очень болезненная. И они того, что их не нужно проводить, просто придумать какую-то тему, которая отвлекла бы от болезненных эффектов реформ. Послушайте, это очень хорошее замечание. Я об этом тоже думал. Мало кто об этом говорит, но вы сформулировали это прекрасно, что Путин, то, что сделал Путин в Украине, конечно, способствовало тому, что общество опять поляризировалось, раскололось, исчезли полутона. Все стало черно-белым, и тут надо выбирать. Хорошо, это было в 22-м году, в 23-й год, но у нас появились силы, которые все-таки на этих полутонах действуют. У нас есть, я даже эти партии не хочу называть, но они говорят с другой части политического спектра, которые говорят о том, что они поддерживают европейскую интеграцию. Значит, с этими людьми надо говорить, надо находить форму взаимодействия. Почему это важно? Для того, чтобы потрофить самолюбие этих людей. А важно потому, что если эти люди, ну, допустим, там, лидеры левых партий каких-то, довольно известные люди в стране, пойдут и будут своим сторонникам рассказывать на русском, на молдавском, на румынском языке, на гагаузском, будут рассказывать о европейской интеграции, значит, вот без референдума, понимаете, вот отсюда мы получим, получим огромное количество сторонников евроинтеграции. Я прошу прощения, что опять привожу этот пример, но вот нулевые годы, Воронин, этот приоритет у нас был европейской интеграции. Не буду сейчас в этот феномен, значит, анализировать более подробно, но поскольку, поскольку лидер страны об этом говорил, у нас было 76% поддержки, уровень поддержки европейской интеграции. Я уверен, что если бы Воронин сказал своим сторонникам партии коммунистов, мы должны вступить в НАТО, мы бы вступили в НАТО под коммунистическими флагами. То есть мы сейчас не говорим о искренности, не искренности в политике, говорим о механизме социальном и социологическом, которые работают. Когда о чем-либо говорит лидер, пользуясь авторитетом и доверием, люди не столько реагируют на то, что он говорит, сколько поддерживают его, безусловно. Поэтому для нас, сторонников европейской интеграции, важно сегодня скорее объединять общество, чем его как бы подбрасывать темы, которые неоднозначно воспринимаются. Нам важно вот расширять базу тех, которые говорят о необходимости европейской интеграции страны. И таким образом мы будем и в Гагаузе, не считая, что Гагаузе это прям такой потерянный для нас потерянный для нас казус. Почему? Потому что я вижу, что Кишинев вообще пропал в Гагаузе. Понимаете? То есть, ну, Кишинев политический. Там есть масса людей, которые туда ездят, встречаются, взаимодействуют, работают и так далее. Вот один из последних примеров Молдова Фрукт, чемпионы мира по экспорту слив. Я вот с ними говорил с руководством, они говорят, а мы в Гагаузе, там меньше производителей фруктов, но они есть, мы с ними работаем, мы с ними взаимодействуем. То есть, вот эти вот взаимодействия платформных должно быть масса, должна быть масса. Не десятки, а сотни примары, производители того, сего, политики, гражданское общество и так далее. Академические круги, медицина. Все это должно постоянно говорить друг с другом. Тогда посмотрим, как начнутся изменения. Конечно, одной ногты мало. И кто там еще? Одной ногты для Гагаузи мало. Тут Кишинев должен подключиться. и будут перемены. Вот о чем я считаю, что вот это путь, путь правильный. Но это не исключает необходимости говорить про европейскую интеграцию и призывать людей за нее голосовать, нет? Нет, нет, Ну так как раз, что значит исключает, как раз подразумевает, это как раз подразумевает. Когда ты взаимодействуешь, когда у тебя диалог, ты говоришь о том, что, ребят, вот деньги, откуда на все это приходят. Вот какие у нас возможности. У нас был прекрасный круглый стол в Кангазе с ассоциацией бизнесменов НЕКС. Приезжал министр Парликов, приезжал бывший премьер Гаврилиц, руководитель ОДА, это Организация по развитию предпринимательства. Рассказывали бизнесменам, какие возможности дает европейская интеграция, какие, так сказать, фонды новые. Это был не просто диалог, это заинтересованный, были десятки вопросов, мы не могли людей, так сказать, остановить взаимодействие. Да, но понимаете, смотрите, в чем фишка, извините за сленг, в чем суть, что вот эти мероприятия, они остаются никем не незамеченными, они проходят в узком кругу, и главное, чтобы организаторы из Гагаузии, вот эти вот организации типа НЕКС и так далее, не стеснялись об этом говорить, что вот мы как бы за европейскую интеграцию, ребята, одно дело любить европейские деньги и быть за то, чтобы европейский Союз вкладывал, они на этом зарабатывали деньги, но другое дело, выставлять эту позицию и громко об этом заявлять, вот этого, к сожалению, нет. И люди либо боятся, либо не разделяют эту позицию. Понятно, я согласен с вами, лиха беда начала, начало это процесс, в которых я участвую, вовлечен, я собираюсь этим заниматься и дальше, но я понимаю и бизнесменов из этой ассоциации, они хотят жить в более-менее такой атмосфере доброжелательной, а не враждебной, потому что они работают в Гагаузии, значит, общее состояние, да, пока не очень такой положительной европейской интеграции, они не хотят, ну, они не хотят разделять те риски, которые разделяют мне ноги-то, все понятно, ну, это будет меняться, это будет меняться со временем, сначала тяжело, потом легче будет и так далее, и дальше, просто я понимаю, я понимаю вашу точку зрения, я ее принимаю, да, я понимаю, как бы, знаете, не всем же лезть на баррикады, тут уже вопрос, каждый, каждый должен... хотя тоже, мне кажется, такое важное и интересное подведение итогов года, об этом, я так понимаю, будем говорить весь следующий год и посмотрю, как это пойдет. Алексей, благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию, будем рады видеть вас еще и с наступающим Новым годом, без разрешения. Вас также, вас также с Новым годом, счастья и здоровья, всего вам. До свидания.